Всем здравствуйте, меня зовут Южаков Антон и в сегодняшнем видео мы поговорим про подготовку по жиму лёжа. Но перед тем, как начать разбирать полностью подготовку и анализы, я хотел сказать, что есть очень хорошие новости. У меня с канала сняли страйк, поэтому в ближайшее время все видео начнут выходить в стабильном режиме, так как это было раньше, одно видео через день. Сегодня вернутся видео и по фармакологии, и ответы на вопросы, и будет еще много разных интересных видео. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы все это не пропустить. А сейчас мы поговорим про подготовку к жиму лёжа. В общем, не буду долго тянуть. Лучший жим, который я сделал за тренировку, это был 235 кг. 240 я не сделал. Почему не сделал, об этом мы еще тоже поговорим. Полностью разберем подготовку и разберем то, на чем я был, и разберем анализы. Собственно, вот видео, смотрите. Теперь, собственно, разберем три основные причины, почему я не пожал 240. Ну, можете расценивать это как не причины того, почему я не пожал, а расценивать это как отмазки. Но, собственно, у меня было три основные такие нюанса, которые мне не позволили все-таки реализовать то, что по факту я мог реализовать. Вы в будущем еще увидите видео, где у меня была попытка на 240. И сейчас я объясню, почему она была неудачной. Первая из основных причин, это то, что мне пришлось сделать подготовку немного короче. Подготовка была в три блока. Собственно, первым блоком мне надо было закончить 195, 5 по 2. Вторым блоком 210, 4 по 2. И третьим блоком надо было закончить 222, 2 по 2. Ну, собственно, все закончилось на 210. И потом я начал уже делать разгрузку и прикидку. Связано это с тем, что мне уже было очень тяжело. Я физически понимал, что если я сейчас буду продолжать подготовку, то у меня уже начнут возникать травмы. У меня за всю жизнь было очень-очень много травм. У меня был надрыв и грудной мышцы. У меня очень часто болят локти. При этой подготовке все шло очень хорошо. Никаких проблем не было вообще. Но я уже понимал, что организм находится на грани. И надо либо разгружаться и делать прикидку, либо делать большую разгрузку и продолжать подготовку. И уже как бы реструктурировать ее, делать ее, грубо говоря, как сначала. Поэтому я принял решение, что по факту я буду жать уже то, что я смогу пожать. И психологически, и физически, в принципе, я был готов на 240. Но есть еще две причины, по которым я это не смог сделать. Причина вторая. Это в том, что как раз на этой неделе, когда у меня уже была разгрузка, когда мне надо было в воскресенье сжать 240 кг, начались блокировки Ютуба. Еще другие проблемы, про которые я бы не хотел говорить, но они тоже повлияли на меня психологически. Но основная, конечно, проблема была в блокировке Ютуба. Мне пришлось там по ночам снимать видео, сидеть, все это сохранять. Ну, в общем, короче, была такая относительно стрессовая ситуация, из-за которой я потерял, ну, так нормально веса. У меня уже было таких стабильных 125-126, там плюс-минус варьировались. И к моменту, как мне надо было жать, у меня там в пятницу, в четверг-пятницу, у меня было 122 кг. В общем, 4 кг там за несколько дней ушли полностью. В день жима у меня было 123 кг. Вот я вставлю фотографию, где я взвешивался в день прикидки. Это была такая вторая причина. Я думаю, что вы мне поверите о том, что были блокировки, так как я и снимал видео про это. И, собственно, ну, была такая суета, которую я не очень люблю, и которая всегда негативно сказывается на физической форме. И третья из основных причин, которая уже вытекла во время тренировки, это то, что я потерял веса, то, что подготовку пришлось заканчивать раньше, чем я планировал. Из-за этого я психологически был, ну, немного, так сказать, не готов на 240. И для того, чтобы, ну, показать какой-то результат, ну, чтобы не было такого, что я пожал 220, поставил 240 и их не пожал, мне пришлось сделать очень маленькие шаги и подбираться к этому весу такими маленькими шажками, чтобы я по факту, ну, я думал, если я сделаю 230, то хотя бы будет видео 230, да, чем если я сделаю 220, поставлю 240, и я их не пожму, и тогда, по сути, даже не о чем будет говорить, потому что 220, как таковые, я жал еще до начала подготовки. Поэтому я начинал идти маленькими шагами. И сама разминка длилась очень-очень долго, так как я, во-первых, понимал, что у меня уже там мышцы, связки, сухожилия уже находятся в таком очень-очень натянутом состоянии, и как таковой я был не до конца восстановленный. И поэтому я очень долго разминался, где-то делал полчаса общую разминку, там, с маленьким весом и тому подобное. Потом я, когда перешел уже к, собственно, специальной разминке, к жиму, я делал разминку следующим образом. У меня было там 50 килограмм, 70 килограмм, 100 килограмм, 130 килограмм, 160 килограмм, 180, 190, потом 200, 205, по-моему, потом 220, 230, 235 и 240. В общем, там уже было очень-очень много подходов, там под 15-й подход был последний. И банально я устал, и когда я уже делал 230, я уже понимал, что вот это пик, как раз я хорошо разогрет, я хорошо куражнулся, хорошо пожал, все было супер. 235, когда я делал, я уже понимал, что я уставший, мне уже тяжело, я уже во время того, как становился в мост, как я собирался, я понимал, что уже нет того куража, нет той энергии, но за счет силы 235 я все еще пожал, и, собственно, последний 240 килограмм я уже во время того, как я ложился, я понимал, что я просто тупо устал, я уже не подыму их, но так как я хотел их сделать, я все-таки на подход пошел, и меня прям задавило в самом начале. Теперь, собственно, перейдем к всей структуре подготовки, ко всем тренировкам, и я подробно расскажу про все, что я делал с самого начала до самого конца. Значит, программа была записана в следующем виде. Здесь были записаны только тяжелые подходы, легкие подходы жима, жим узким хватом, жим на наклоны с камеей, жим средним хватом, и все было проциклировано только по рабочим весам, без разминок, и без специально вспомогательных упражнений, без подсобных упражнений. Потом я вам одну неделю покажу, как это выглядело в течение недели. Значит, давайте для начала, наверное, я покажу. В общем, это вторая неделя примера того, как выглядела вообще тренировочная программа. Ее я не записывал, так как, в принципе, у меня была сама структура, выписана отдельно, и по ней я все это делал. Значит, тренировка была построена следующим образом. Это было две тренировки в неделю всего лишь, потому что у меня особо не было ни времени, и без фармакологии, без всего этого я не тянул большие объемы, поэтому сами тренировки были не очень объемные, не очень тяжелые, и самих тренировок было не очень много. Поэтому было всего лишь две тренировки. Иногда я еще делал тренировку третью, когда мне надо было провести, допустим, кому-то в Киеве тренировку персональную, я мог провести тренировку, параллельно сделать какую-то легенькую. Сам лично я ездил и тренировался только два раза. Значит, собственно, по тренировкам. Здесь еще был жим стоя, но в основном я его делал очень редко. Буквально несколько раз за всю подготовку я его сделал в очень легком режиме, в легкую тренировку. Значит, собственно, по тренировке. В легкую тренировку, это первая тренировка, она была, вот, допустим, жим лежа, в легком режиме жим узким хватом, в легком режиме жим стоя, сведение вперед, среднюю дельту на тренажере я делал, бицепс гантелями и трицепс на блоке. Все это я делал примерно 3 по 8, иногда 3 по 10, иногда 4 по 8. Ну, собственно, там все было чисто по самочувствию. Вторая тяжелая тренировка. Здесь была первая часть подготовки. Это был жим лежа, жим на наклонной скамье, потом там немного широчайшая спина и тоже бицепс-трицепс. Если вернуться к большой структуре, все это выглядело следующим образом. Тяжелый жим делался вместе с наклонным, потом легкий жим делался вместе с узким хватом. Потом, получается, это седьмой недели, был убран наклонный жим и узким хватом, и средний хватом делался вместе с легким жимом. Как вы видите, здесь по интенсивности, по подходам и повторам здесь относительно не тяжелый жим, поэтому он делался с легким. И с восьмой недели я уже понял, что я не тяну на тренировке второй жим, я могу делать его только один. И поэтому здесь было только один жим. Вот, допустим, я приходил на тренировку, делал там 203 по 3, собственно, делал там бицепс-трицепс-дельты, что-то в легком режиме и уходил домой. И, собственно, так уже длилось до 12-й недели. Теперь, собственно, рассмотрим видео и основные подходы, которые я вообще заснял. Значит, первый такой более-менее тяжелый жим, он был на третьей неделе, где было 185 килограмм, 4 по 4, от 240, это было 77%. Пожалуй, их относительно легко. 170-180, здесь было 173 по 4 и 184 по 4, это были такие легкие втягивающие жимы, потому что у меня был месяц перерыв до начала этой подготовки, я практически не тренировался. Поэтому первые недели были вообще легкие, потом уже начались такие три тяжелые недели. Следующий тяжелый жим был 194 по 3, это было 79%, тоже справился я с ними относительно легко. Следующий жим был 195 килограмм, 5 подходов по 2 раза, тоже это 81% было относительно легко, никаких проблем. Потом была неделя, это шестая неделя, на которой я делал чисто легкий жим, это был 71%, 3 по 5. На втором блоке, так сказать, подготовки, где уже было снова три тяжелых жима, было 190, 200 и 210. 194 по 4 я сделал, ну, относительно легко по видео, но мне уже было не сильно легко, потому что там 79% 4 по 4, это уже не особо легко. Потом 203 по 3, как-то зашло более-менее нормально, а вот 210 4 по 2 я сделал очень легко, но мне после этого жима было очень тяжело. Я уже плохо спал, у меня уже терялась работоспособность, мне уже надо было дольше восстанавливаться, и, собственно, после этого жима я и понял, что остальную часть подготовки я ни физически, ни психологически особо не вытащу. И плюс у меня уже начинались такие небольшие боли при наклонном жиме. И я всегда замечаю, что если при наклонном жиме у меня начинает уже потихоньку побаливать и так тянуть грудная мышца, это значит, что скоро будет травма, надо уже либо делать разгрузку, либо уменьшать объемы, ну, в общем, это такое уже состояние не очень хорошее. Поэтому после этого было сделано еще на одной тренировке 83 по 3, это уже пошла разгрузка. Собственно, потом на следующей было 73 по разу, это уже была очень такая легкая тренировка, после чего на самой легкой тренировке, допустим, это была, по-моему, среда, 15-го я жал, а это было 11-е, это была среда. Я сделал 140 килограмм, 4 подхода по разу, и, собственно, уже сама тяжелая тренировка с пиковыми подходами. Я сделал 220 килограмм, потом я сделал 230 килограмм, и я сделал 235 килограмм, после чего я поставил 240, и 240 меня завалили. Поэтому вот 240 можете посмотреть видео. Так, отдельно я бы еще хотел поговорить про то, как выглядело циклирование с точки зрения графикал. Для любителей графикал, если такие есть, то, собственно, все выглядит на графиках относительно логично. Здесь идет по интенсивности 5 недель рост, и, собственно, грубо говоря, вот третья тренировка, она уже была как основная из тяжелых, и вы видите, с 85, 90, 95 у нас идет рост интенсивности, и, собственно, идет падение КПШ, поэтому все практически по науке. Потом 70 идет легкая тренировка, поэтому здесь КПШ чуть-чуть выросла, а интенсивность упала. И следующий блок тренировок, 190, 200, 210, тоже идут четко в противофазе. КПШ при 190, 16, при 209 и при 210, 8. Потом падение КПШ, падение интенсивности, немного рост КПШ, и, собственно, падение интенсивности и падение КПШ, это чисто разгрузка, ну и, собственно, пиковая интенсивность и минимальная КПШ. Четко я выполнял тяжелые тренировки, легкие я смотрел по самочувствию. Иногда мне было более-менее нормально, я делал, может, чуть-чуть побольше объема, чуть-чуть меньше повторений, такое более объемное дело. Когда мне было очень тяжело, я просто четко выполнял план, к примеру, там, 165 по 3 и домой. Вот, собственно, это если мы говорим о подготовке. Так оно все длилось. Сейчас мы перейдем к тому, что, я думаю, интересует очень многих людей. Это то, на чем я был и, собственно, сами анализы. Из вспомогательных веществ я не использовал абсолютно ничего. Я не пил ни рыбоксин, ни кретин, ни вообще ничего. И последнее время я постоянно пью антиэстрогены, ингибиторы, ароматазы. Практически весь прошлый год я периодически на них сидел. И почему-то мне захотелось сделать подготовку вообще в натураху. Не пить абсолютно ничего, потому что я предполагал, что многие люди скажут, мол, если ты пьешь антиэстрогены, повышаешь искусственного уровня тестостерона, это уже не натураха. Поэтому я бросил абсолютно все. Я был полностью чистый, всю подготовку. Я думаю, многие знают, что я очень хорошо разбираюсь в фармакологии. И за 4 дня анализы, жим был в воскресенье, анализы я сдал в четверг. Я думаю, за 4 дня даже я не смогу сделать послекурсовую терапию. Поэтому, собственно, вот анализы, разберем их относительно подробно. Первое, что мы разберем, это общий анализ крови. Значит, по общему анализу крови у меня практически все нормально. У меня всегда повышены эротроциты, всегда повышен гемоглобин. Кстати, вот за последнее время он у меня даже упал. Раньше у меня гемоглобин был вообще в порядке 190. Эротроциты у меня были тоже там за 6. Сейчас у меня 5,8. Средняя концентрация гемоглобина тоже там иногда варьируется. Ну, в общем, по гемоглобину, по эротроцитам у меня, во-первых, в семье у многих он повышен. Во-вторых, практически у всех людей, которые тренируются, они завышены, и это нормально. Очень важные показатели это гематокрит и тромбоциты. Гематокрит 49,5%. Здесь лаборатория поставила 46, но глупые референсные значения. Норма до 52%. Поэтому, если меньше 52%, проблем вообще никаких нет. Поэтому по гематокриту все хорошо, по тромбоцитам тоже все отлично. Следующее, это биохимия. Общий белок нормальный, билирубин чуть-чуть повышен. Билирубин у меня всегда повышен, я даже делал УЗИ, у меня нет ни искривления желчевыводящих, но он у меня всегда такой находится на отметке в районе 22. И прямой билирубин, не прямой, они всегда такие тоже чуть-чуть завышены. Поэтому это моя личная норма, такое бывает, и ничего в этом страшного нет. Я периодически пью желчегонный, типа там фламина, и все нормально. Глюкоза нормальная, гликализированный гемоглобин, я сдал на всякий случай, он тоже нормальный. Средний уровень глюкозы в крови нормальный, креатинин нормальный, хотя креатинин очень часто бывает, что повышается у людей. Потом собственно АСТ, ЛТ, которые у меня тоже очень часто повышены, и именно для того, чтобы посмотреть АСТ, ЛТ, которые они реальны, я сделал именно вот эти вот три дня отдыха после тяжелого жима. Так как если бы я сдал анализы там на следующий день, к примеру, то у меня бы очень сильно были бы повышены ЛТ, АСТ, а я не хотел их пересдавать по несколько раз. Поэтому я сделал три дня отдыха для того, чтобы эти ферменты упали. Ну и естественно за три дня никакое ПКТ сделать невозможно. Следующая, мочевина, мочевая кислота, холестерин, триглицериды, либидный профиль, все в норме. Все в принципе в нормах, поэтому я практически здоров, жить буду, надеюсь, долго, еще вас буду радовать разными интересными видео. Следующее, самое интересное, это гормоны. Гормоны я сдал на щитовидку и половые гормоны. По щитовидке здесь все хорошо, здесь не о чем говорить. Теперь собственно о половых гормонах. Лютинизирующий гормон 4, провактин 6, провактин нормальный, эстрадиол 45, эстрадиол у меня всегда повышен и когда у меня уровень тестостерона плюс-минус колеблется в нормальных значениях, у меня он всегда очень сильно повышается. Ну я предполагаю из-за того, что у меня все-таки есть избыток жира. И собственно тестостерон у меня 289 нанограмм. Это у нас получается ровно 10 наномоль на литр. Вот такие анализы у человека, который когда-то давно курсил, который периодически сидит на антиэстрогенах. И собственно как вы видите, уровень тестостерона это конечно важно, это хорошее восстановление, качество жизни и все остальное. Как я бросил антиэстрогены, конечно радует меня теперь меньше что-то, чем радовало на антиэстрогенах. Но я хотел делать подготовку именно в натураху. Вот 10 наномоль на литр и при этом реально и добавлять в результате и реально добавлять и в собственном весе и во всем остальном, если вы правильно питаетесь и правильно тренируетесь. Поэтому тестостерон это очень-очень эффективный помощник. Но ключевой фактор в росте результата это конечно тренировочный процесс и питание. Поэтому без питания, без тренировочного процесса, без нормального восстановления ни про какой результат не может быть и речи. Собственно последний анализ это тестостерон свободный, который у меня находится на отметке 7,8 пг на миллилитр при норме от 4,5 до 42. Как вы видите тестостерон свободный тоже очень-очень низкий. Это связано с высоким эстрадиолом. Всю эту ситуацию по гормонам я очень быстро и легко исправлю, потому что я понимаю как все это делается, поэтому меня это особо не пугает. Это все было сделано намеренно для того, чтобы подготовка шла именно в натураху. Перед тем, как собственно уже закончить видео, я расскажу про то, что я буду делать дальше. От пауэрлифтинга честно я устал и за 15 лет, что я тренируюсь и за последнюю тяжелую подготовку, поэтому следующее, что я сделаю, я хочу кардинально поменять композицию тела. Убрать большое количество жира, возможно добавить в мышцах, возможно по максимуму их сохранить, но в общем хочу покачаться, потому что морально и физически я устал от больших весов, от больших жимов. И естественно все это я буду делать уже не в натураху. И тоже будут выходить выпуски, возможно регулярно, возможно я сделаю в конце одно, потому что я такой любитель что-то начать и с этого слиться. если мы говорим типа от подготовки, поэтому сначала надо все продумать, большую часть как я сделаю, когда будут какие-то уже конкретные интересные результаты, я начну снимать по этому видео. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить дальнейшие интересные видео. Ну собственно на этом все, надеюсь вам понравилось видео, я рассказал много интересных вещей, как по тренировочному процессу, так собственно и по гормонам, по анализам. Кому понравилось видео, ставьте лайк, кого интересуют дистанционные тренировки, можете ко мне обращаться. Как со мной связаться описано в описании к видео, там есть ссылки на то, через какие источники вы можете выйти со мной на связь. Всем спасибо за просмотр, до свидания.